В 87-м году мы переехали сюда, до этого мы жили на Комсомольской. Этот дом сначала строился для работников железной дороги, и здесь, в общем-то, вот эти вот квартиры, они рассчитывались даже во многом как коммунальные. Сталинка – это, конечно, лучшее жилье, которое вообще есть. Высокие потолки, видите, толстые стены. Здесь замечательно с микрохлиматом, здесь довольно долго держится тепло, и наоборот, здесь довольно долго держится прохлада, когда там вообще баня на улице здесь замечательная. Все, что нужно для жизни здесь вокруг, просто в шаговой доступности. Нужна фотография – спуститесь вниз. Нужен магазин – пройдите еще два шага. Нужен банк – вот здесь, в этом же доме, только за углом. Понимаете, здесь начала меняться публика. Здесь раньше была публика такая, знаете, полуолимпинизированная. Здесь вообще вокзал, здесь вокзальная бригада была во дворах. Но это были люди со своими убеждениями, со своей моралью. Машин много во дворе, и огромное количество не местных машин. Все, которые в Галилео приезжают, ставят, вот сейчас поставят шлой ваум, и станет получше. На крышу там сейчас невозможно выйти, потому что там сейчас перекрыто. А там на чердаке огромные, хорошие были помещения. Там можно было студию сделать офонарительную. Плюс там амфилады, там можно было и на крышу выходить. Все виды здесь замечательные, но здесь наиболее. Может быть, потому что я это окно, этот вид увидела в самый первый раз, когда попала в эту квартиру. Был вечер, и были огни. Надо было разъезжаться уже с мамой, с папой. И я им купила квартиру возле Комаровки. А себе искала исключительно Сталинку, потому что это моя малая родина, весь этот район. Нашла вот эту квартиру по объявлению. Я увидела, что там 10 этаж, меня это вдохновило. Потому что в этом районе, вот именно в старом квартале, в Сталинке, 10 этаж, этаж 11 есть. Это, конечно, очень заманчиво. Эту картину написала наша белорусская художница, моя Сябровка. То, что здесь изображено, это реплика от Витриана. В Витриана столик и кресло не достались по наследству от моего дедушки, который привез эти предметы после войны. Вот, они сюда перекочевали со старой квартиры. Мой папа играл. И реально. Я, к сожалению, не приобрела его талант. Он не был профессиональным музыкантом, но любил джаз. Дело в том, что когда я была еще студенткой архитектурного факультета, у нас была такая экскурсия по Минску, где нас, первокурсников, возили по городу, показывали знаковые места. Мне, конечно, тогда и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь буду жить в башне, в одной из башен. Ванная очень интересное решение. Раскрытое пространство раскрывается еще дальше, вводит нас еще в очередное окно. Ванна с кухней, это вообще было нормально для прежних старинных зданий. Тогда часто люди ванну принимали в кухонном, в большом кухонном пространстве. Приготовил, тут на столик поставил, в свечи зажег вокруг. Романтик, вадуарчик такой. Все, все вместе. Зачем лишние стенки городить? Да, я приехала смотреть квартиру. Первое, что я увидела, открыв входную дверь, французский балкон напротив, весь остекленный, где была панорама ночного города в огнях. Вот именно, что вид на старый город, на старый квартал, он был полон огней, и было ощущение нереальности, что ты не в Минске, а где-то, может, в другом европейском городе. Вот, и где можно абстрагироваться даже от каких-то, от какой-то суеты городской. Факт нахождения здесь, конечно, очень меня греет, и я рада этому, что я оказалась именно в этом здании.